Большинство людей всю свою сознательную жизнь только и делают, что работают, зарабатывают, тратят, беспокоятся о деньгах и для этого опять начинают работать. Получается замкнутый круг, выйти из которого бывает очень сложно. Из-за этого мы постоянно жалуемся на нехватку времени для обучения. Когда мы принимаем такую позицию, тем самым мы лишь подразумеваем участие в бесконечной гонке под названием зарабатывание денег. Но вот прямо сейчас на наших глазах происходит то, что полностью меняет все правила игры. Ученый-футуролог Питер Диамандис заявил, что в данный момент времени мы живем в период стремительной демонетизации, когда современные технологии удешевляют или даже делают бесплатными те товары и услуги, которые еще не так давно несли в себя огромную ценность. И по словам ученого, в будущем такая демонетизация только ускорится. Джордж Гилдер, соучредитель Discovery Institute, заявил, «Главное событие этого века – свержение материального. Богатство в виде материальных ресурсов теряет ценность в экономике и в политике. Сила разума повсюду преобладает над грубой силой вещей». Из этого можно сделать вывод, что те люди, которые усердно работают, но при этом не выделяют время для регулярного обучения и саморазвития, в скором будущем могут попасть в группу риска. Основной риск заключается в том, что они могут попросту потерять свои рабочие места из-за глобальной автоматизации. Точно так же, как и в последние пару десятилетий, 85% рабочих мест на заводах и фабриках людей заменили роботы. Прямо сейчас мы живем в том мире, где на наших с вами глазах профессиональные знания становятся универсальной валютой. Знания становятся новыми деньгами. Их стоимость растет намного быстрее, чем инфляция. Их можно конвертировать в разные нематериальные блага, будь то какие-то деловые связи, которые помогут вам в вашей дальнейшей работе, или отношения с близкими людьми, которые помогут сделать вашу жизнь более счастливой. Знания помогают вашему мозгу работать лучше и масштабнее, из-за чего они становятся той необходимой составляющей, которая может помочь вам добиваться поставленных целей намного быстрее и эффективнее. Чтобы сместить основной вектор внимания с чрезмерной одержимости деньгами на поиск знаний, нужно понять, что мы приобретаем знания не только во время обучения в школе и институте. Обучение – это не процесс в период с 7 до 20 лет. Обучение должно сопровождать вас всю вашу сознательную жизнь. Помните о том, что тяжелый и усердный труд гарантировал успех в индустриальной эпохе. Но вот в эпоху экономики знаний основным гарантом успеха является постоянное саморазвитие. Обучение подобно приему витаминов. Для полноценной жизни вам нужна минимальная ежедневная доза обучения, потому что интеллектуальный покой – это одна из самых страшных болезней 21 века, которая в долгосрочной перспективе может понести за собой довольно печальные последствия. Но даже после того, как мы определили важность саморазвития, появляется главный вопрос. Как мне найти время на обучение и саморазвитие, если у меня семья, работа и времени не хватает даже на самого себя, не то что на дополнительное обучение? И для этого есть одно простое правило. Правило 5 часов. Основная идея этого правила очень проста. Как бы сильно вы не были заняты, каждый рабочий день вы должны выделять как минимум один час на то, чтобы узнать что-то новое. Данным правилом руководствовался еще Бенджамин Франклин. Каждое утро он вставал пораньше и садился читать и писать. Он ставил перед собой цели и следил за результатами. Он экспериментировал с новой информацией и задавал себе вопросы по утрам и вечерам. Есть три основных принципа, на которых основывается правило 5 часов. Первый принцип – это чтение. Уоррен Баффетт, Билл Гейтс, Марк Кьюбан, Джек Ма, Илон Маск, Марк Цукерберг. Наверняка каждому из вас знакомы эти люди. И наверняка вы знаете, что каждый из них достиг невероятного успеха в своем деле. Уоррен Баффетт, когда его попросили раскрыть самый главный секрет его успеха, сказал следующее. Нужно читать каждый день. Чем больше знаний вы будете получать, тем эффективнее они будут работать. Они будут наслаиваться друг на друга и начнут работать как сложный процент. И с каждым разом будут приносить вам все большую отдачу. Илона Маска попросили рассказать, как он научился строить ракеты. На что он ответил, «Я просто читаю много книг». По словам Джека Ма, чтение дает вам хорошее преимущество. У читающих людей больше шансов узнать о стратегиях и тактике других индустрий. Билл Гейтс постоянно говорит, что его норма – это одна книга в неделю. Причем всю свою долгую карьеру он брал ежегодный двухнедельный отпуск, который он посвящал чтению. Марк Кьюбен проводит за чтением более трех часов каждый день. Марк Цукерберг дал себе установку прочитывать по книге каждые две недели. Чтение является одним из главных источников получения знаний. Даже если вы не можете каждый день выделять на чтение час или больше времени, начните хотя бы с 20 минут. Второй принцип – это самоанализ. Правило пяти часов также подразумевает постоянное обдумывание и самоанализ. Потому что когда вы анализируете, например, свое прошлое, вы тем самым предоставляете для себя возможность извлечь какой-то урок из своих совершенных ошибок, если таковые были сделаны, или закрепить те знания, которые вы получили благодаря правильно сделанным поступкам. С помощью самоанализа вы сможете понять, как добиться своей цели и улучшить свою жизнь. Для этого просто выделите себе немного времени на размышления. Для начала будет достаточно всего 5-10 минут. Подумайте над теми вопросами, которые вам нужно задать самому себе, и постарайтесь найти на них ответы. Ну и, наконец, третий принцип – экспериментируйте. Такие известные люди, как Бенджамин Франклин, Томас Эдисон, достигли результатов за счет того, что постоянно экспериментировали и пробовали делать что-то новое. Когда вы экспериментируете, вы получаете реальные факты, а не только предположения. Вы можете получить достоверные сведения по поводу того, что работает, а что нет. Вы можете учиться на своих ошибках, извлекать из них опыт и применять его в дальнейшей работе. Когда все эти принципы войдут у вас в привычку, когда вы станете получать все новые и новые знания, экспериментировать и применять их на практике, анализировать свой прошлый опыт и извлекать из него ценные уроки, вы сможете стать намного более успешными, продуктивными и вывести всю свою жизнь на совершенно новый уровень.